Привет, с вами Велсаком, я еще помню времена, когда выход новых Angry Birds это было событие, а не как сейчас, типа, господи, когда они уже кончатся. Ровио поймали свою птицу удачей и, казалось, общипали ее до основания, выпуская всевозможные спин-оффы типа Star Wars, но оказалось, что нет. Когда я узнал об анонсе Angry Birds Transformers, хохотал до слез, и тут снова показалось, что финны расписали свои полные импотенции, и снова оказалось, что это совсем не так. Я логично предположил, что весь этот проект не что иное, как дойная машина для злых птиц и трансформеров Майкла Бэя, но оказалось, это те самые трансформеры из моего детства. Даже скорее, трансформеры The Movie взяты за основу, и изменяя себе, я решил вам показать весь рекламный ролик, который стилизован под мультик на VHS именно из тех 80-х, и блин, это очень круто, только за него я прощаю Ровио очень многое. Но, определившись с тем, что с сеттингом всё хорошо, оставались вопросы к игровой механике, ведь Angry Birds уже не первый год на рынке, и достаточно сильно приелись. Получилось ли у Ровио изобрести велосипед заново? Давайте узнаем вместе. Поехали! Яблочные скидки всем подписчикам и автоботам от партнёра и магазина AppleJesus.ru Как мы с вами поняли из тупительного ролика, в мир злых птиц прилетел куб, вот эти, помните, Искра, Матрица и всё остальное, они превратились в трансформеров, и вынуждены признать, сеттинг выбран очень удачно и лёг отлично. Вторым сюрпризом стало то, что Ровио получилось удачно совместить ныне популярную механику Endless Runner с классической системой Angry Birds, где каждая птичка используется по-своему, и при этом всё завязано на физике. Для каждого уровня может быть свой автобот, и как и раньше, чем больше свиней вы уничтожили, тем больше очков получили, они нужны для дальнейшего продвижения по сюжету и открытия новых уровней. Визуальной составляющей не то, что нет никаких претензий, очень здорово то, что происходит на экране, нарисовано всё очень красиво, и при этом идёт плавно как на старых девайсах, так и на современных iPhone 6 и 6 Plus, игра адаптирована под iPad в том числе. Займут Angry Birds на вашем устройстве 300 мегабайт с хвостиком, и очень здорово, что в игре каждый уровень длится не больше минуты, и это реально очень здорово для мобильного формата. И вот проходишь ты обучение, играешь себе весь такой довольный, и вроде Angry Birds нравится, и механика новая прикольная, и старые добрые трансформеры, как же я их люблю. И потом начинается стандартная фритуплейная херня. Открой туман за 500 монеток, улучши Оптимуса Прайма сразу за 3 кристальчика, господи, когда это кончится? Я понимаю, что это деньги, и деньги очень немалые, но блин, дайте мне возможность заплатить 200, 300, 500 рублей один раз, и больше меня этой фигнёй не мучить, пожалуйста. Меня поначалу парило, что шаттл, который привозит тебя на уровень, он десептиконовский, а потом оказалось, что в мире Angry Birds с автоботой десептиконы воюют рукооб руку против настоящего зла свинтусов. В общем и целом, игра оказалась очень достойной, совмещая в себе простую механику Angry Birds и вселенную трансформеров, тут ещё и всякие плюшки, вы можете приглашать своих друзей с фейсбука, молодцы. Вот и получается, та часть, где нужно бегать и стрелять, шикарная, а где нужно заниматься микроменеджментом, ужасный фри-то-плей. Вообще я не хотел делать обзор на Angry Birds Transformers, достаточно проходной фри-то-плей, но потом изменил своё мнение из-за двух факторов. Во-первых, игра даже не в двадцатке русского App Store, она бесплатная и достаточно концентрированно дарит вам фан в течение, ну, часа точно, попробуйте. А вторым и переломным моментом стало то, что, поиграв в дурацкую аркаду, я в очередной раз сел и пересмотрел Transformers The Movie, и советую вам сделать то же самое, вы, если не видели, очень многое упускаете. Вот это вот прям муа! Все эти высеры Майкла Бэй не идут ни в какое сравнение с мультиком 80-х, вы только вдумайтесь. С вами был Иосиком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok